сейчас стоим возле гибрида macan вот в руках меня macan можете посмотреть какой классный блеск и малиновый цвет при таких перепадах мы не видим вы можете посмотреть здесь теплицу потом зайти нету растреска macan очень обладает такой эластичной кожи что-то производителя очень важно допустим всегда розовый помидор боятся вращать потому что то полопает на рынок не доедет очискаешь то он вкусный там по-любому мягкие там по-любому что-то там не то короче если более подробно разобрать эту историю macan до сложилось так что все страны сейчас переходят нам ну на компактность выбирает компактность все производители которые приходят к нам спрашивают а вас есть что-то компактное такое почему потому что в компактных кистях да вот компактный между узле можно на одной высоте образоваться больше кистей допустим до подвязки может 9 кистей быть у macan это она две кисти больше чем у высокорослого томата если конкретно брать еще какие преимущества macan за счет того что он ультра ранний на нем можно быстро вернуть свои инвестиции то есть вложения очень большие отопление как бы не дешево стоит тем более когда такая холодная погода как в этом году поэтому выходить на рынок надо очень рано земли дома как нужно начали уборку 1 мая даже чуть наверно раньше то есть где-то в этом году на 55 день от высадки соответственно цена была как раз на этот момент в апреле она еще была 45 гривен и мою она уже поднялась до 60 гривен немножко стало проще с карантином как бы производитель начал потребитель больше потреблять розовый помидор соответственно первая кисть может уйти за четыре дня полностью вы можете убрать ее без докрашивания без там всяких химии там этот начале мая по цене там 55-60 гривен образно говоря а дальше если у вас там посчитать то вы уже практически вернулись и затраты еще и заработали еще что интересно я знаю что вы продаете семена на всю украину в принципе погода везде разная и часто там не такая теплая погода все равно как у нас здесь на юге в запросской области херсонской соответственно гибрид макан обладает очень неустойчивости к таким заболеванием как кладоспариоз это бурая пятнистость такие заболевания как корневые гнили и вирусные заболевания то есть он имеет к ним хорошей устойчивости также если посмотреть это практически толерантность к серой гнили то есть он самый последний на нем увидите серый гниль стройка теплиц довольно таки дорогое удовольствие но я думаю что выращивать там от макан можно выходить в ультральные сроки формировать 5 кистей садить его 15 февраля все 15 декабря и быстро убирать вот эту помидор цену когда и принципе зарабатывать на этом я знаю людей которые в этом году ставят новые теплицы благодаря сомневались там карантин не карантин благодаря тому что цена попали в волну с ранними помидорами такими как макан и заработали ну и сейчас расширяются чтоб она пошла в рост для этого не даем формулу допустим там только 18 18 18 либо 20 20 20 там если пересчитать на чистое действующее вещество умножить 20 на коэффициент 080 0 830 это чистый калий получиться на 16 4 там лишь 15 5 что-то такое соответственно нас будет 20 ну 16 к 20 то есть будет меньше калия там 07 где-то на 1 07 где-то калия это мало то есть это не 1 к 1 и 3 соответственно нам надо добавить либо нитрата калия либо судьба такая лишь и поднять даже поднять это соотношение к 1 и 3 3 по 5 кисть хорошо 1 к 1 и 5 либо к 1 к 1 и 6 держать соотношения и в период созревания 1 к 1 и 8 приятно убирать приятно его на столе в салате кушать он действительно такой сладкий в буром виде полной зрелости очень сладкий и очень ранее это как бы то что чем ценен для нас макан то что мы предлагаем вам купить семена посеять попробовать и заработать на при вращении грибы дамакан макану